Три дня в одном. Набережные Челны отметили 82-летие, рыбаки отпраздновали День Ухи, а челненские строители свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что День строителей в республике в этом году перенесли на декабрь, в Автограде решили не нарушать традицию. О самых зрелищных моментах этого дня смотрите далее. Начался вечер не совсем празднично, по крайней мере для чиновников. У памятника Ботанчуку, где планировалось традиционное возложение цветов, администрацию города ждали челненские предприниматели с довольно резкими лозунгами. По словам представителей бизнеса, которых и гоняют из подземных переходов, этот пикет – единственная возможность достучаться до властей. Сегодня, потому что мы хотим заявить, чтобы услышали сегодня гости из Казани, чтобы тоже увидели, услышали проблему, что в городе не все так благополучно, что есть очень много проблем нерешенных, которые создает нам власть на сегодняшний день. Бизнес-пикет впечатление от праздника не испортил. По скромным подсчетам, в этот день на стадионе «Строитель» собралось почти 20 тысяч человек. Мест хватило далеко не всем, но верхний ярус трибун так и не открыли. Многим наблюдать за торжеством пришлось стоя. Современный нероблим будет вечно молодим. Ровно 82 года назад, 10 августа, решением населенный пункт набережной Челны стал городом. И мы с этого момента отмечаем День города. Чем удивили организаторы праздника, так это обилием всевозможных фейерверков и хлопушек. Они были и на сцене, и в зрительской толпе, и даже на грузовиках. Челнинская гордость автомобиля команды «КамАЗ-Мастер» буквально искрили праздничным настроением. «КамАЗ-Мастер» в двухчасовую концертную программу вместили челнинских звезд и показательное выступление строителей, дефиле рабочей одежды, велосипедистов и торжественное шествие, чем-то напоминающее День Победы. Наконец праздник достиг кульминации, и на сцену вышла легендарная группа «Песняры». Тем временем на набережной Меликевске шло другое торжество. День ухи собрал также немало зрителей и участников. Оценивать лучшее блюдо выпало градоначальнику. Всю жизнь сухо варили, они работали. Одной из лучших была признана уха, приготовленная Сергеем Дмитриевым. В свободной от готовки время он работает инженером. Поварской талант, говорит, достался от матери. Секретов по-настоящему вкусной ухи, по его словам, довольно много. В любом случае, главное – правильно выбрать рыбу. Берется хорошая рыба, это, во-первых, щука, килограммочка два-три, потом голова сама, приблизительно килограмма на два. Вываривается в двух кастрюлях, отдельно голова сама, потом отдельно варится рыба, даже не сама рыба, а кости. День строителя, день города и день ухи закончился одновременно масштабным салютом. Мирил Ярофеев, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.